Череду сельских сходов граждан, ежегодно проходящих в нашем районе в завершении года, продолжила Бритчепсинское сельское поселение. Доклад главы поселения слушал президиум в составе главы района Заура Хамирзова, председателя Совета народных депутатов Александра Брянцева, председателя комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслана Кидокоева, прокурора района Мурата Хакуй и начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Анзаура Гишева. Администрация поселения осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе проводят мероприятия по остановке на учет, воинский учет юноши и депутатизированного возраста, а также ряд мероприятий, связанных с подготовкой к призву вооруженных сил Российской Федерации. В связи с этим хотел бы обратиться к границам призывников и к самим гражданикам сознательно и ответственно подходить к вопросу обновлечения о призвах военкоматы. В свое время приходить на рекомиссии, не выполняться от стулья в рядах уроженных сил и тем самым не создавать проблемы как для администрации поселения, так и самим. За 2017 год по итогам открытого акциона администрации был заключен контракт на право заключить договор о рейде для имущества комплекса объектов системы госнабжения с ООО «БАД-Строй». В рамках юрганской программы развития культуры на 2014-2020 годе при поддержке главы Республики Мурата Коротевича Крупилова, секретаря администрации регионального отделения Российской политической партии Едерации, депутата государства Совета Кассы Республики Администрая, Макмедович Мургинович Ашева, в рейде для имущественных бюджетов были заключены капремонт нашего Дома культуры. Выражаем им огромную благодарность и признательность. По результату состоящегося аукциона заключен контракт на ремонт Дома культуры. В настоящее время, как вы знаете и видите, ремонтные работы проводятся по Дому культуры, ведутся работы по замене кровли и внутренних работ. Замена системы отопления, замена электропроводки, устройства пожарных сигнализаций. Все это будет проводиться по контрактам, которые были озвучены в свете. Выложены контрактами. Как известно, в конце мая 2017 года, в результате кровельных движений по улице Син-Квады произошел памятник. Современно, при этом администрации последних неотложных мерами, используя спецтехники, удалось избежать подтопления жилого сектора. Тем не менее, поток воды повредил мост под горой, пострадавший и заново остроенный после предыдущего наводнения 2014 года за счет средств жителей и выходцев из Аула. И в этот раз мост был восстановлен за счет личных средств жителей Аула, Волокова Магомеда Адамовича, Нирова Адама Мусовича и Капка Армазана Губеновича и других. Мы гордимся ими и выражаем глубокую признательность за помощь, отзывчивость, заботу и переживание за свой родной опыт. Низкий поклон за добрые дела. В настоящее время ведутся работы по расчистке каналов, расположенных на границе Ильичинского и Ямальского поселения, от лесных насаждений и кустарниковой расчистки, работы по расширению и углублению канала. Это предприятие проводится тоже при наводении, постоянно подтапливались эти поля, чтобы в будущем, в дальнейшем, не подтапливались эти поля, и вода входила к реке Колобея. Тема дороги. У нас в поселении 86,5 километров, из них 10,5 километров асфальтированное покрытие, 76,4 километра бунтовое покрытие. Поэтому администрация считает строительство и ремонт дорог одной из главных задач своих задач. Ведь нельзя говорят, что нет дороги, нет жизни. По результатам хозяйства деятельности, согласно утвержденного плана проведения ремонтных договоров, проведен ремонт дорожных покрытий на дорогах местного значения. Участок дороги с горимым покрытием по улицам Северная, Подборная, Шарбенова, Кавласа, Морошилова, Тургенева, Росточная. А также дорога, которая ведет на Мехтург. Общая протяженность от трансферных участок дорог составляет 12,9 километров. Но общую сумму было сделано 2,594,125 тысяч рублей. Ведутся работы по составлению проектно-светной документации, по реконструкции, то есть асфальтированной дороги по улице Балокова-Сармана, от улицы Шоссейной до улицы Ленина. В целях обеспечения удобного и комфортного проживания жителей в поселении большое внимание уделяется строительству и содержанию дорог, расширению сети уличного освещения и так далее. В этом году также за счет следствия местного бюджета администрации поселения были выполнены электромонтажные работы по уличному освещению улицы Шипсин в установке 101 фонаря с узлами учета заменой ламп для светодиодные на общую сумму 995,750 рублей. В настоящее время ведутся работы по определенному списку лиц согласно на подключение к уличному освещению через свои приборы учета, то есть счетчики. Все работы и последующие обслуживания, в том числе и замена ламп, будут вестись за счет администрации поселения. По состоянию сегодняшнего числа жители Петигуриц готовы полечить фонарик своему счетчику, выросли 65 человек, 14 человек отказались. Работа появится начаться во второй половине ноября. Вагоустройство – один из основных вопросов местного значения, обеспечивающий комфортные условия для проживания жителей поселения, отметил в своем докладе Беслан Шиков. Немало внимания не является санитарным состоянием поселения. Так проводятся субботные мероприятия под названием «Чистый четверг». С момента вступления на должность главы администрации проведены субботники, проведенные субботниками, на которых от сухой растительности и заросших деревья были расчищены территории, на которой расположены администрации поселения и мечети. Хотелось бы отметить и поблагодарить коллектив средней школы номер 5, дошкольных учреждений номер 4 и номер 5, работников культуры, работников и сельского отделения социальной помощи на дому, сельскую молодежь, принявшую участие в субботниках за поддел на одном работе. Надеемся, надеемся на их понимание и поддержку в решении подобных благих дел. Подводя итоги работы администрации поселения, следует отметить, что сделаны немало, но и планы на будущее большие. Задача – работать и воплощать их в жизнь, говорит руководитель поселения. В моем достижении есть и много других вопросов, на которые администрация должна обратить внимание должным образом. На профилактику правонарушения, на профилактику экстемистской деятельности, в первую очередь на дисциплину, проросающую покорение в быту и на дорогах. Однако хотелось бы застать внимание на поведение нашей молодежи на дорогах при управлении автотранспортными средствами. В этом плане не только администрация недорабатывает, но и мы сами родители. Это воспитание начинается в первую очередь в любую семью с детских лет. В таком недостатке оборудования хамского поведения страдают невинные люди. Однако хотелось бы остановиться в правлении управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения всех возрастов. Не остановит и тот факт, что помимо решения права управлять автотранспортным средством на диктинге строк, наказание сопровождается и внушительным штрафом. Но после диктива, то есть вторичное установление факта управления в интересном виде и предусмотрено уголовное наказание. Прошу быть благоразумнее, соблюдать право дорожного движения, беречь свои и чужие, ни в чем не поминяя жизни. На будущее администрация планирует принять участие в программах поддержки местных инициатив граждан. Планируем заменить окна за администрацией, заменить круг, высадить зеленые насаждения, заменить тротуарную клетку возле Дома культуры и мемориального комплекса, благоустроить центр аула по улице Лена, между улицами Кошева и Калинина, разбить парк отдыха и культуры на территории между Домом культуры и мечети. Надеюсь на вашу поддержку в своих начинаниях во благо родного аула и жертв. Под сложившейся традиции слово предоставили участковому полномочному полиции. На территории Чепчинского сельского поселения зарегистрировано 5 преступлений, из которых расследовали непередные суды с обвинительным заключением или обвинительным актом 5 уголовных дел. Нераскрытого на территории поселения не имеется. Проводя анализ причин и условно способствует совершению преступления, можно сделать вывод о том, что в данной проблеме немаловажно остается социальный фактор отсутствия постоянного источника дохода за употребление спиртными напитками. Зачастую именно в сессии совместного за употребление спиртными напитками совершается преступление. Все это приводит к многочисленным скандалам, дракам, о которых вы сам прекрасно знаете. На сход был приглашен заместитель начальника межрайонной налоговой службы Тимур Ахтау, который в свою очередь еще раз напомнил жителям, что необходимо уплачивать налоги своевременно. Со стороны налоговой инспекции хочу до вас довести следующую информацию. Все мы знаем, что налоги – это за счет числа функционирования в государстве. Соответственно, в целом, само государство, субъект, ну и, непосредственно, и само поселение, в данном случае налога ЧПС. На сегодняшний день по дате 1 декабря стоит последний срок уплаты имущественных налогов. Это транспортный налог, налог на имущество и налог на землю. Первая убедительная просьба – не забыть об этой дате. Исполнить эту обязанность, на ком она возложена. Если есть суммы уплаты, их непосредственно оплатить. С просьбой более серьезно отнестись к вопросу об уплате налога выступил председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев. Я очень убедительно прошу вас всех, отнеситесь серьезно. Еще раз повторяю, эти деньги не уходят в республику. Они остаются здесь 100%. И в конце следующего года глава администрации может вам отчитаться до рубля, куда он потратил эти деньги. Да я думаю, что вы и сами увидите, а он не такой большой, чтобы что-то осталось незамеченное из тех мероприятий, которые проводят от другого отца. И еще у меня такая просьба к вам. Беслан Мусевич только приступил к исполнению обязанностей. Я знаю, что он шел с желанием на эту должность. Должность очень трудная, работы очень много. И если честно, круг задач, которые решает сельское поселение, оно иногда меня приводит просто в удивление и изумление, как они справляются с этим. Коллектив небольшой. Восемь человек не могут сделать все, чтобы в Ауле было хорошо. Поэтому, пожалуйста, он шел на эту должность, рассчитывая на вашу поддержку. Пожалуйста, поддержите его начинание, его какие-то идеи. В завершении с небольшим докладом выступил глава районной администрации Заур Хамирзов. После чего жители имели возможность задать ему волнующие вопросы. На все вопросы Заур Хамирзов дал исчерпывающие ответы.